В современном мегаполисе люди со всех регионов нашей страны вынуждены работать и большую часть своей жизни находиться в заперти, за стенами, стеклами, внутри своих автомобилей. Они копят себе все живое и местами дикое, что заложила в нас природа. Но бывают дни, когда человеку удается вырваться на свободу. Эта история началась еще в прошлом году, когда я первый раз поучаствовал в автобаях на выживание в качестве приглашенного гостя. Вы это видели на моем канале. Ну, кто не видел, может посмотреть. Мне удалось поучаствовать в этом еще раз. Изначально у меня не было даже машины участвовать в этом году, поэтому все было, конечно, под вопросом. Так случилось, что мне пришлось избавляться от двух кузовов, которые занимали место на платной парковке, и, конечно, это немного отягощало. Я обратился к Коле как раз из Ярославля в раздумьях над тем, что эти кузова можно использовать в автобаях и как-то переместить их сразу туда. Для того, чтобы подготовить этот автомобиль, естественно, необходим нужен был мотор, потому что кузов был совершенно пустой. Мотор, как ни странно, мы взяли из той 21-й Волги, из которой хотим делать кабриолет, который мне отдал друг отца, с которым они строили мотор на этой машине совсем недавно, и она доехала только до дачи, и там и осталось. То есть пробег у мотора где-то 100 километров. Это 24-й мотор ЗМЗ, который ставился изначально на 21-ю Волгу, но единственная сголовка от 402-го мотора уже попроизводительнее. Конечно, ехав на соревнования, я понимал, что мне нужен будет механик. Я первым, к кому обратился, это как раз Илья, с кем мы будем строить этот 21-й кабриолет. Он не отказался, ему показалось это очень интересно, и мы отправились в Ярославль перед соревнованиями буквально за два дня. Я знал, что, скорее всего, машину еще нужно будет дорабатывать, но оказалось, что автомобиль нужно было готовить где-то 70% из 100. В автомобиль был вставлен, естественно, мотор с коробкой, был сделан каркас безопасности и еще некоторая мелочевка. Но, тем не менее, мотор был установлен немного некорректно, и нам пришлось предпринимать меры, настраивать все, чтобы автомобиль все-таки правильно рулился. Это, конечно же, время. У нас было всего два дня, а еще самая большая сложность, что я знал, что на этом автомобиле стоит блокировка сзади, и разрушать ее на автобоях не хотелось бы, потому что вещь дорогая. Поэтому мы взяли простой мост, привезли из Москвы, который отдали также с этой 21-й Волги из этой деревни. Но наше, конечно, разочарование нашему не было предела, когда мы вскрыли тот второй мост перед тем, как его ставить уже, и оказалось, что он тоже с блокировкой. Была немного растерянности, потому что времени осталось мало, нужно было искать мост, и мы взяли со второго автомобиля, который мы как бы оставляем ребятам. Потом нужно было заварить кузов окончательно, так как это делается как раз когда все готово, все узлы и агрегаты, и покрасить автомобиль, что тоже занимает время. Поэтому мы последние двое суток просто не спали, мы вот прям работали нон-стопом. Так что история с автомобилем складывалась, тем более это автомобиль моего отца, который подготавливал его еще в 98-м году, он был с турбомотором, но мы все вынули, и остался кузов, как раз на котором я поехал. Плюс к этому была поддержка от Rimax, это масла из Голландии, и спортивные масла, и обычные масла, автомобильные для коробок, для мостов, которые просто снабдили нас всем, что необходимо было для соревнований, для машины. И, конечно же, мы поехали на свеженьком масле. Учитывая то, что машину подготавливали практически по бартеру, было куплено мелочевки всякой уже на месте, очень много, и потрачено денег, конечно, тоже. Машину мы подготовили прям в день соревнований, просто день в день. Мы не спали ночь, и вот она была готова, прям в день мероприятия. Я ее покрасил утром, она, естественно, не высохла, потому что красили пистолетом. Ну и получилось все вроде как красиво, но тем не менее, только мы ее вынули из малярки и сразу загрузили на эвакуатор и повезли на соревнования. В общем, был жесткий нон-стоп. Хочется выразить гигантскую благодарность Илье, который, несмотря на то, что он ехал, в принципе, просто помогать немного. Два дня, ну, буквально не вылезая из-под машины, все делал, я ему тоже помогал. Были моменты, когда мы с ним даже спорили о том, что делать, что я делал. Он просто говорил, я, особенно во время уже своих автобоев, он говорит, я не знаю, в чем проблема, что делать, но друг к другу мы подбадривали, чтобы все-таки решать проблемы и двигаться дальше. Когда мы приехали на арену, мы удивились, что народу было очень много, стояли очереди. Это был грунт, это был газон, и я понимал, что идет сильный дождь, и шел он как раз все 2-3 дня, которые мы там были. И, ну, естественно, это, скорее всего, превратится в болото, поэтому привезли в УАЗики, чтобы они толкали машины, вывозили оттуда. Ну, в принципе, так и произошло, болото случилось. Видео, что оттенывает обезьянули. Итак, первый, вы знаете, команда «Победа Ти». И когда я поехал на первый заезд, он состоял из двух участников, меня и еще одной «Волги», тоже 3110. Перспектива была, конечно, застрять и просто закончить на этом. Но, тем не менее, судьи сами выталкивали машины, мы все-таки разгонялись и бились друг к другу, все происходило очень вяло, но процесс был. Субтитры сделал DimaTorzok Диана Ти ». До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok мы сталкивались но ощутимых ударов не было поэтому все машины были целые обе машины и судя приняли решение так как мы часто застревали что мы оба проходим финал финале была другая ситуация там было четыре автомобиля в финале и разрешили одеть цепи на колеса чтобы все-таки как-то по этой грязи перемещаться что конечно помогло машины начали двигаться но недолго так как цепи были надеты на скорую руку к некоторым машинам просто приварены к дискам и они естественно начали отваливаться опять все начали застревать смотрелось это все не очень привлекательно зрители начали расходиться мы немного начали расстраиваться но все равно борьбу не прекращали но это явно финал тем более попало две девушки и два парня один выбыл очень быстро у него накрылся мотор после очередного застревания в грязи остался я и две девушки это воля как раз организаторов автобоев на выживание в ярославле и модель блогерша которая участвовал первый раз и мы бились троем конечно это битвы тоже назвать назвать было сложно но я нашел места трассы где все-таки можно было ездить и пока девчонки застряли я принципе делал то что мне надо было делать врезался в них пытался как-то вывести автомобили их из троя но тем не менее они оказались какие-то стойкие и всем двигались все-таки пытались выбраться из своих луж грязей грязи и все что там было вокруг в итоге суде опять же с механиками постоянно вытаскивали три машины это длилось но достаточно продолжительное время и закончилось все это весь этот финал тем что мы просто застряли все в одном месте и наверное суде решили все закончить хочу сказать что на протяжении двух раундов наверное у меня было больше всех ударов из участников то их смог совершить оформить прицелиться ударить но тем не менее места расположились так почему то что как раз лиза фотомодель заняла первое место я второе и оля третье принципе мероприятие удалось и тройка победителей это единственное наверное всех участников кто остался на ходу поэтому они реально по праву заняли первую тройку мест естественно организаторы сказали что больше никогда не буду делать автобои на земле потому что конечно в прошлом году было на асфальте на бывшем аэродроме и было все очень круто были удары машины просто выходили из строя реально не из-за того что они где-то грязнуто а из-за того что в них попадало очень сильно поэтому следующем году этом будет что-то повеселее в ярославле спасибо что посмотрели вот такой получился выпуск я к сожалению мог вести прямой эфир оттуда все это рассказывать вам с места событий рассказываю уже приехав в москву буду продолжать делать для вас что-то интересное вы ставьте лайки пишите комментарии увидимся на канале всем пока и у у